Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Сегодня у нас отдельная глава Вайхи. Яков благословляет своих сыновей. Вчера мы говорили о том, как Яков порицал Рювена, порицал Шимона и Леви, потом благословляет Игуду, благословляет Иссахара, Звулуна. Теперь у нас идет благословение Дана. Написано, что Дан будет судим народ свой, подобно каждому колену Израиля, будет Дан змеем на дороге, аспидом на пути, который язвит ногу коня и падает в садик его навзечь на твою помощь, надеюсь, Бог. В колене Дана, Дан, Судья. Симоник как бы занимается судом. И есть у нас, в колене Дана, нашему Третьцу приводят, Шимшона. Богатырь Шимшон, который защищал Израиль. Это мы знаем из Данаха, что не было у человека детей. И вот на старости лет Всевышний присылает ребенка, который создавшим Шимшон, и он должен быть Назиром Бога. Он не имеет права пить спиртное, и он не имеет права стричь волосы. И он действительно выполнял свою миссию и убивал врагов Израиля. Все это было хорошо до тех пор, пока он не связался с блудницами. В общем, начал вести другой образ жизни. Это очень интересная вещь. Мы не можем останавливаться на таком большом рассказе. Но кончилось тем, что он погибает, убивая три тысячи врагов. Это очень сильная вещь. В общем, Всевышний дал ему в конце его жизни силы, чтобы он убил самых главных врагов Израиля. Вот так вот. В общем, это колено Дана, судья Шимшон. Потом написано, гад, рать будет ратовать на него, он возвратится по пятам. Это войска. Рать это войска. И написано, что эти войска непобедимы. И написано, что они все с войны возвращаются живыми. То есть они не то, что приходят живыми, а написано, и он возвратится по пятам. То есть сколько пяток пойдет на войну, столько вернется. Еще и целые и невредимые. Мало того, что живые возвращаются с войны. Это колено гада. На столи прыткая лань. Произносит он речи изящнее. То есть это скороход. Очень сильное колено. И мы знаем пример, что когда Якова хоронили, Исав решил, что это его место в пещере Махпила. Он говорит, это мое место. Сыны Израиля говорят, да, наш праотец Яков с тобой заключил договор, что ты продал всю материальную часть. В общем, вот эта страна к нам приезжает к Якову, а ты забрал себе все материальное богатство и ушел. Исав говорит, покажите бумагу. А бумага в Египте. И на столи в скороход он мгновенно побежал в Египет за бумагой. Но случилось так, что он не успел даже прийти. Сын Дана Хушим, он был лухой. Он понял, что Исав требует что-то незаконно. Требует его похоронить в этом месте. Это место не Якова. В общем, он понял, что что-то не то. И он взял, ударил по голове Исава дубиной. Голова отскочила, и голова была похоронена тоже в пещере Махпела. Теперь дальше. Дальше у нас идет благословение Ашера. Ашер будет доставлять явства царские. Маше благословяет Ашера. Говорит, счастье среди сынов Ашер, и обывает масло и ногу свою. Что это такое? То есть Всевышний так благословляет колено Ашера, что у него огромное количество оливковых деревьев. Главное, что у него очень хороший урожай оливкового масла. Даже в то время, когда масла нет в других землях, у него есть. И написана интересная вещь. Когда-то жители Каппадокии пришли в колено Дана за маслом. И где масла не было оливкового. Колено Дана дало им масло, сколько они хотели. И сказали, есть еще надо масло, у нас еще будет. Еще есть. То есть такая сильная браха у колено Ашера. Потом написано о Йосифе. Йосиф, растоплый нос на Йосиф. И написано, что побеги каждый через ограду переступает. Его огорчали и стреляли. Враждовали всем стрельцы. Стрельцы это его братья. И они действительно с ним враждовали. Об этом говорится. Растоплый нос на Йосиф. Вот так вот. И потом написано, что благословение его превосходит благословение своих родителей. До вершины холмов вековых. Да будет она, говоря, Йосифа на теме не отличившегося от братьев своих. Чем он отличился? В первую очередь Йосиф отличается своей богобоязненностью. Это самое главное его качество. Он всегда боялся всесильного. И больше всех братьев. Поэтому он заслужил самое сильное благословение. То есть, не все так просто. Не кто поможет, что он правительство страны египетской. А именно за его качество боязни всевышнего. Я кого такой силой благословил. Он получает самое большое благословение. Но написано, что Бен-Ямин, волк хищный. Утром будет есть добыча, вечером делить добычу. Наши внутрецы говорят, что это связано с наложницей из Гивы. Дело в том, что, как хоть и сам Бен-Ямин был праведник, который не совершил жизни ни единого реха, таких всего четыре на земле было. За всю историю. И вот он один из них. И после того, как мы уже жили в стране, прошло много лет, то написана история одного левита, у которого была наложница. И он гостяк у своего кестя. Кестя его задержал, он больше и больше дней пробыл. А потом они пошли и остановились в колене Бен-Ямина на ночь. Их один старик себя приютил. И жители из колена Бен-Ямина пришли требовать, чтобы отдали на расправу эту женщину. В общем, страшная ситуация. Они забрали эту женщину на расправу и насиловали, издевались над ней до утра. И утром она сказала, что Всевышний взыщет и умерла. И этот левит делает страшную вещь, режет ее тело на 12 частей и отправляет каждому колену по части. Все ужаснули, что это такое. И собрались в колено Израиля. И поняли, что произошло. И решили идти войной на колено Бен-Ямина. Страшный грех они сделали. Это жители из дома такое творят. Творили. Пока Всевышний не уничтожил. Ну, напали, воевали, погибали тысячами. Не могли ничего сделать колено Бен-Ямина. В конечном итоге Всевышний с милостивился и отдал Бен-Ямина. И не хотел он, чтобы все колено погибло. 25 тысяч убили их. И 600 человек решили оставить. Чтобы колено все-таки его не было стерто с лица земли. Но никто не хотел им давать своих дочерей в жены. И потом постановили, что если они украли девушек, то только тогда женились, то тогда это допустимо. И вот они воровали этих невест, женились на них. Вот такие события. Вот именно с этим связаны эти слова о Бен-Ямине. И написано, что вот все 12 колен Израиля, как и благословил их Всесильный. Яков написано, благословил всех своих сыновей и скончался. И был приобщен народу своему. Написано перед этим, и подобрал ноги свои на постель и скончался. А слово умер не стоит. То есть, если мы знаем, что врагам умер и скончался, Исхак умер и скончался, Ишмель умер и скончался, эти слова стоят. Не стоит здесь слово умер, только скончался. Еще и ноги подобрал на постель. Зачем такая подробность нам нужна? Ну, скончался. Можно понять, что весь земной путь он полностью выполнил. Все, что Всевышний ему поручил, все его задание полностью у Якова было выполнено. Зачем ноги писать, что он подобрал на постель и скончался? И о том, что Всевышний говорит так нам вторе. Написано в главе В.Ц. И поднялся Яков на ноги и пошел в страну сынов Востока. Это в храм он пошел там. Живет 20 лет, женится, детей рожает. И перед этим стоит поднялся на ноги. Зачем писать поднялся на ноги? Можем вам писать просто пошел в страну сынов Востока. Видно, можно подумать, что Всевышний дал какое-то задание. И он четко свою миссию выполняет. И вот теперь он полностью все выполнил. Все сделал. Все свои земные пути завершил. И он уходит. И поэтому написано, что он подобрал ноги и скончался. Путь его земной закончен. Вот так можно понять. И наши мудрецы говорят, что раз не написано, что Яков умер, то наш братец Яков не умер. Так вот. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Михаил бен Леви, Берт об от Исраэль, Павел бен Ефим, Савуил бен Герш, Хайя Малко бать Йосиф, Роза бать Михаэль, Память Иурия бен Харитон, Мендель бен Мендель, Яков бен Нахум, Владир бен Григорий, За здоровье Светлана бать Клара, Шимон бен Ицхак, Борис бен Мария, Анна бать Ривка, Полина пер, Бат Соня Сура, Лена бать Клара, Жей бать Ида, Анна бать Елена, Евгений бать Софья, Бен Цара, Таня бать Фрида, Ида бать Рива, Вадим бен Татьяна, Юрия бать Белла, Яков Йосиф бен Рахель, Шимон бен Мира, Фейга бать Берта, Ася бать Года, Мармен Нина, Ира бать Вера, Леор бен Клара, Рафаэль бен Клара, Ханна Цепора бать Цара, Ида бен Хая Авива, Ефим бен Соня, Майя бать Фаина, Алексей бен Ольга, Мазл Парсас, Гула Ирина батури, Арон Арье бен Ри, За хороший дух, Арон Арье бен Двойра, Дниз бен Ахум, Авигаль Бат Сара, Ханна Бат Аврагам, Рафаэль Арьелэй бен Лариса, Парнаса и Брюд, Лагир бен Рая, Марина Бат Рая, Борис бен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем браха, Парнаса Кабана, Мазл Ток, Что мы это время не грешили, Читали Тору, Всем все самого наилучшего, Всем желаю крепчайшего здоровья, И до следующих встреч, Надеюсь, Состоится завтра в 10.40, Салву!